Резняков. Плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резняков, заявил, что плотность наличия мин на территории Украины больше, чем в любой точке мира. Своим бюджетом Украина не справится. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дом». Резняков ответил на вопрос, где взять 21 миллиард долларов, который необходим на реинтеграцию и восстановление оккупированных территорий. Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследование Венского Международного института экономики. Предполагается, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма, подчеркнул вице-премьер. По его словам, точная цифра будет известна после полного аудита, который состоится после деоккупации. Ведь уже сейчас ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ, уже сложно посчитать. Сегодня, по мнению специалистов, плотность наличия мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира. И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война длится семь лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30, заявил глава Минреинтеграции. Резняков отметил, что своим бюджетом Украина с разминированием не справится. И всему европейскому сообществу придется нам помогать. Я говорю слово придется, потому что война идет не на востоке Украины, война идет на востоке Европы, заявил он. Напомним, ранее Украина предложила устроить гуманитарное разминирование территорий на Донбассе к Пасхе. Предлагается разминировать кладбище и различные объекты инфраструктуры. Как писала РБК Украина, в офисе президента считают, что к переговорам по Донбассу нужно. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Привлечь Соединенные Штаты Америки.